Здравствуйте! В эфире Город Эссы и Татьяна Дмитриева. Сегодня будем говорить о том, как оценивают специалисты готовность города к зимнему сезону, к началу отопительного сезона. Когда в этом году дадут тепло и как будет работать горячая линия. Если у вас уже есть вопросы и вас что-то волнует в проблеме обеспечения теплом, звоните по телефону 202-11-22. У нас в студии заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента ЖКХ Самары Богдан Корчуганов. Пожалуйста, здравствуйте, Борис Богдан Юрьевич. Скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим о подготовке к отопительному сезону, что входит в это понятие, какой комплекс мер? Ну, во-первых, добрый вечер, Татьяна, добрый вечер, уважаемые зрители. Что такое подготовка хозяйства к зиме и что в нее входит, что она в себя включает? Ну, безусловно, это подготовка всей отрасли коммунального хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде. Это подготовка теплогенерирующих компаний, это подготовка теплосетевых организаций, это подготовка жилого фонда к работе в этот период. Если мы с вами говорим о сроках, когда это все происходит, когда это начинается, когда это заканчивается, в принципе, этот процесс, он идет круглогодично и постоянно. В зимний период идет разработка проектно-сметной документации. Весной уже издается постановление главы городского округа Самара о подготовке, где отражаются все мероприятия, которые будут выполняться. И, соответственно, уже в настоящий момент те же самые ресурсоснабжающие компании предусматривают мероприятия на следующий год, так как эти организации тарифицируются, их деятельность осуществляется на основе утвержденных тарифов. И, соответственно, затраты на выполнение тех или иных мероприятий предусматриваются действующими тарифами на разные виды ресурсов. А сегодня уже есть какая-то конкретная дата установленная, который город должен быть готов к отопительному сезону? Безусловно. Это отчетная дата 15 сентября. Она определена постановлением главы городского округа. И все организации, осуществляющие свою деятельность в коммунальном комплексе, к этой дате должны быть готовы. Это должны быть, как я сказал, подготовлены дома. А как определяется эта готовность? Что должно быть в наличии, чтобы точно знать, что дом готов, учреждение социальное готово к отопительному сезону? Какой пакет документов или что? Проведена проверка? Как это все происходит? Безусловно, итоговым документом это является, если мы говорим о многоквартирном доме, это паспорт готовности дома. Это что на доме выполнен комплекс мероприятий по ограждающим конструкциям, по кровлям, по трубам, инженерным сетям, назову одним словом. Подготовлен персонал, соответственно, управляющая компания, она будет получать паспорт готовности. Этот паспорт определен, и в городе у нас работают так называемые межведомственные комиссии. Они после 15 сентября начнут работать эти комиссии. Управляющие компании или организации, претендующие на получение паспорта, они будут представлять соответствующие документы. Необходимые они все определены постановлением. Также будет работать комиссия и по ресурсоснабжающим организациям. Это, в принципе, все организации, и ПТС, и ВТГК, и СУТЭК, то есть все организации, которые работают в отрасли коммунального хозяйства. И, как итог, город будет получать тоже паспорт готовности. В прошлом году город получил паспорт готовности. А какого числа не помните? Дата какая была тогда? До 1 октября срок получения. А сегодня еще раньше получается в этот сезон. С чем связано? 15 сентября, казалось бы, только начало осени. 15 сентября – это отчетная дата окончания подготовки хозяйства. А получение паспортов – это следующий этап, когда организации должны, скажем так, окончательно отчитаться о своей проделанной работе. И предъявить ее соответствующим комиссиям. Скажите, пожалуйста, жильцы как-то должны участвовать в этом процессе подготовки своего дома к отопительному сезону? Есть у них какие-то обязанности или нет? И вообще при приемке, при готовности, как-то жильцы, председатели советов МКД как-то участвуют? Или, собственно, без них все это обходится? Без жильцов. Здесь надо рассматривать, как бы, у нас существуют разные формы управления. Есть управляющие компании, непосредственное управление, там, товарищество собственников жилья. Со стороны контролирует их – это государственная жилищная инспекция. Представители ее входят в состав межведомственной комиссии. Житель как таковой, он, в принципе, не должен в этом участвовать. Почему? Потому что он свою изъявил волю, отдав дом и свое имущество, находящееся в собственности, в управление управляющей компанией, которая от его имени и, как бы, подготавливает. Понятно. Но на что-то нужно обращать внимание при подготовке, когда проводится подготовка? Совсем-совсем вот сегодня, сейчас, в эти дни или нет? На те же батареи, открытые ли там краны или что-то такое, такие вот житейские советы? Если говорить в разрезе обязанностей и прав, то эти обязанности и права, они определены законодательством, что потребитель не имеет, точнее, права вносить изменения в конструктив. То есть взять там батарею, вместо 10 секций поставить 15 секций. Взять, установить краны, которые не предусмотрены проектной документацией. А если говорить о разрезе обязанностей, то он обязан допустить аварийно-диспетчерскую службу. Если говорим о какой-то аварийной ситуации, то законодательно это закреплено, что круглосуточно, в любое время. Если говорим о какой-то плановой работе, то по согласованному с ним времени. Понятно. Богдан Юрьевич, в этом году приблизительно уже известна дата, когда все-таки в дома будет поступать тепло. Или это все климатическими какими-то условиями каждый год фиксируется, регулируется? Вот как это происходит? Здесь мы с вами опять должны разделять два понятия. То есть дома, которые подключены к центральным системам отопления, и дома, имеющие индивидуальные системы отопления. На ряде домов есть крышные котельные, модульные котельные и так далее, которые входят в состав общедомового имущества. Вот если мы говорим об общедомовом имуществе, то решение принимают собственники. У нас все идет от собственника. То есть житель, собственник, и он принимает решение, когда запустить, когда дать тепло и так далее. Соответственно, если собственники не принимают решение, то эти дома также должны запуститься с началом отопительного сезона, который определяется постановлением главы городского округа и определяется при 5 дней ниже 8 градусов. После этого начинаются отопительные сезоны. Таких никаких нет, приблизительных. Ну, приблизительных ориентируемся октябрь месяц, это безусловно, потому что статистика и практика показывают, что отопительные сезоны там и 1 октября, 5 октября, 10, 12, то есть посмотрим, какая у нас осень будет. Понятно. К нам начинают поступать первые вопросы от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22, звоните, еще есть время. По улице Старозагора, 109, квартира 164. У нас в ванной перед выборами включили горячую воду и батарею в ванной. Как думаете, после выборов будет так же тепло в ванной или нет, спрашивает Раиса Степановна, которая связала отопительный сезон с выборной компанией. Батарея, я так понимаю, подразумевает полотенцесушитель. Если мы понимаем, у нас есть разные конструктивы в домах, и полотенцесушитель, он является, в принципе, обратной линией горячего водоснабжения. То есть в доме должна существовать циркуляция, чтобы житель, открыв кран, получил горячую воду. У нас в этом году, кстати, беспрецедентная, можно сказать, акция прошла. ВТГК в этом году первый раз попытались практически весь город поставить на циркуляцию. То есть поэтому это, скажем так, нормальный факт. Он должен быть, и так должно быть в доме. И будем надеяться, что и после выборов ничего не отключится. Если это отключится, тогда Раисе Степановне необходимо обратиться в свою управляющую компанию и произвести разбирательство, скажем так. Вот вы сказали про циркуляцию. Очень много было нареканий на то, что когда включаешь горячую воду, изначально она идет холодной какое-то время, и люди, у которых установлены счетчики, от этого страдают. Пока получат горячую воду, они переплачивают, как считают, за то, что пользуются холодной и так далее. Вот этот вопрос, это вопрос циркуляции, и он решается как? Это вопрос именно циркуляции. Если вернуться чуть назад, позапрошлый год, прошлый, точнее, год, впервые были опробованы гидравлические режимы у ВТГК на сетях. В этом году под руководством департамента проводилась работа с ВТГК, с сетевыми, это организациями, как ПТС, с управляющими компаниями. И, в принципе, наверное, в 90% города все-таки удалось выстроить циркуляцию. Да, безусловно, она показала какие-то слабые моменты, где-то недоработки управляющих компаний, сетевых организаций. Но, безусловно, этот анализ, он будет сделан, он будет учтен, и в будущие годы, как бы, постараемся, чтобы циркуляция была. И наши уважаемые жители получали качественные коммунальные услуги, качественный ресурс. Поэтому, если нет циркуляции, здесь может быть конструктивная особенность дома. То есть у нас не во всех домах предусмотрены циркуляционные линии. В принципе, этот анализ уже был сделан, управляющим компаниям он роздан. Ну, теперь, соответственно, жители должны принять решение на общих собраниях, чтобы эти работы выполнить. Потому что без выполнения тех или иных работ действительно невозможно будет осуществить нормальное горячее водоснабжение. Потому что это требует работы. А управляющая компания, она выполняет воле и заявления собственников. Поэтому они общим собранием должны эти работы заказать ей. Понятно. Общеизвестный факт, если я ошибаюсь, то поправьте меня. Изношенность теплосетей составляет более 70% в городе. Скажите, вот в этом году как-то попытались снизить эти проценты? Визуально видно, что раскапывают, трубы меняют. А в процентном отношении, насколько понизится этот процент? Какой процент, я, наверное, не отвечу сейчас. Объем увеличился? Объем в этом году увеличился. То есть на 0,6 километра теплосетей в этом году переложено больше по сравнению с прошлым годом. То есть это, безусловно, со своей стороны мы ведем эту работу и с сетевыми организациями, чтобы темпы не снижались, а наоборот они наращивались. Потому что изношенность имеет факт быть, да, и необходимо хозяйство приводить в соответствующее состояние. И вот когда происходят вот какие-то порывы, да, или вот машины под асфальт уходят, это все вследствие того, что прорываются вот эти трубы с теплосетей или нет? Или не всегда? Здесь много разных факторов. Есть факторы, конечно, из-за изношенности сетей. Есть факты брошенных сетей. Потому что некоторые говорят, там кипяток провалился, провалилась нога и там кипяток. Да, безусловно, это где-то, вот если данный пример, как вы приводите, это, безусловно, порыв на сетях. Есть брошенные сети, которые уже выведены из технологических процессов. Соответственно, информация о их местонахождении отсутствует, поэтому как бы и принять соответствующих мер невозможно. Вот еще одна проблема возникает, когда вот перекладывают вот эти трубы. Часто жители жалуются на то, что остается раскопанными. Вот эти трубы, и земля, дождь пойдет, это и сыро, и люди там травмируются и так далее. Есть какие-то сроки, в течение которых производители вот этих работ должны все благоустроить после завершения? Или как все это определяется? И жаловаться куда, если вот очень долго все это раскопано? Ну, в первую очередь, как мы с вами начали, что хозяйство должно быть подготовлено до 15 сентября. Данный срок установлен с учетом восстановления благоустройства. То есть это все вот эти вскрытия, которые мы лицезреем в нашем городе, и которые нашим жителям приносят определенные неудобства. В случае, бывают моменты, в прошлом году у нас были определенные моменты по ВТГК, что не успевали они заделать из-за, ну, где-то, наверное, ряда объективных, где-то субъективных причин. Срок этот определяется при получении ордера на проведение земляных работ, которые выдает ГАТИ у нас. И они же должны контролировать, да? Они, естественно, контролируют. То есть заказчик перед тем, как получить, он представляет график производства работ. И в этом графике определены и сроки на восстановление благоустройства. Поэтому ГАТИ, безусловно, это контролирует. И по окончанию этих сроков, если организация заказчик не произвела благоустройство, выходят административные комиссии. Данные организации привлекают к административным штрафам. Причем штрафы, скажу, достаточно серьезные, от 300 до 500 тысяч рублей. В прошлом году, в частности, у нас, по-моему, три компании такие штрафы получили. Поэтому, и здесь еще, наверное, надо понимать один такой момент. То, что по постоянной схеме можно закрыть работы до 1 ноября. Но может корректироваться погодными условиями. То есть, если эти работы после 1 ноября, то их по постоянной схеме однозначно не примем. Ну, комиссия, точнее, не мы, не департамент, а комиссия, она не принимает. И с наступлением весны данная организация требует привести данные участки в надлежащее состояние. Понятно. К Раисе Степановне присоединился дом 202-209 по Старой Загоре. Я так понимаю, что у них тоже все хорошо с полотенцесушителем. Это может быть связано с тем, что определенные работы уже завершаются. То есть, в некоторых домах из-за перекладки сетей, что мы говорили, происходила подача действительно по одной трубе. Но людей без воды как бы не оставлялись. Закончены, завершены какие-то работы, поэтому вот и пошел процесс. После начала отопительного сезона в некоторых квартирах возникает следующая проблема, когда через чур горячие батареи, и не нужно так вот, кажется, даже топить, к батареям трудно даже прикоснуться, даже люди, дети травмируются бывает. Вот эту проблему как-то можно решить? И кто ее должен решать? Или как дают вот такое тепло, такое оно и... Ну, наверное, стоит начать с того, что 354-м постановлением у нас с вами определены критерии коммунальной услуги. То есть, температура внутри помещения должна быть не ниже 18, если это угловая квартира не ниже 20. Превышение температуры допускается на 4 градуса. То есть, мы с вами понимаем, температура от 18 до 22 или угловая от 20 до 24. За вот этим критерием должна следить управляющая компания. То есть, путем регулирования, ну, скажем так, интенсивности подачи теплоносителя в дом и должна достигаться вот эта температура. Плюс, безусловно, это ресурсоснабжающие организации должны соблюдать температурный график так называемый. То есть, в зависимости от температуры наружного воздуха осуществляется подача температуры теплоносителя. То есть, они должны это регулировать. Да, и, соответственно, ресурсоснабжающая во взаимодействии с управляющей компанией должна осуществлять контроль за качеством поставки ресурса и последствия оказания коммунальной услуги. Понятно. Вот при вот этой всей компании подготовки города к зиме, какое существует самое слабое звено, вот на ваш взгляд, как представитель департамента ЖКХ, вот на что вы большее внимание всегда обращаете, от кого вы чего-то ждете, подталкиваете, наказываете и так далее? Ну, если говорить о проблемах, с какими мы зачастую сталкиваемся при подготовке хозяйства к зиме, наверное, самая первая проблема – это самовольно установленные гаражи, вот эти металлические ракушки, которые устанавливают на сетях. А как они мешают? На сетях. Организации не могут своевременно приступить к производству работ. Там самовольные постройки, строения всевозможные. Ну, здесь подключаются и правоохранительные органы, проводятся мероприятия по розыску, по демонтажу. Ну, вот в Кировском районе там 64 гаража демонтировали. Все они были установлены на сети. Соответственно, это тоже как бы время и затраты определенные. А если говорить о каких-то проблемных районах, ну, наверное, здесь выделить Самарский район, он как бы исторический центр, это усадебная застройка, дома до 6-7 категории, как бы достаточно старые, изношенные, многие там признаны ветхими, аварийными уже. И, соответственно, вот здесь, наверное, идут и сложности, потому что там размеры начислений небольшие. Поэтому со стороны администрации, конечно, уделяется достаточно большое внимание и департаменту. Обычно сразу вот после того, как начинается отопительный сезон, начинает работать и горячая линия. В этом году это так же будет? Безусловно, конечно. А в связи с чем, вот с какими вопросами обращаются люди, на что жалуются? На что может предварительно сегодня уже обратить внимание, чтобы не допустить чего-то? Вот на что обратить внимание? Во-первых, через неделю после объявления начала отопительного сезона, как в департаменте, так и в районных администрациях, начинает работать горячая линия. Все эти телефоны, они публикуются в сети интернет на сайте департамента нашего. И житель может туда обратиться. С какими, ну давайте проанализируем прошлое, что поступало. Да, да, потому что, как говорят, легче предупредить, нежели потом что-то. Это, как всегда, где-то не произошло подключение дома по той или иной причине. Это, то есть сначала мы идем, более тотально запускаем город, скажем так, а потом уже переходим на так называемую постоячную работу. Где-то в доме не работает стояк, у кого-то батарея не работает. То есть, безусловно, мы эти вопросы берем на контроль, управляющую компанию. И пока они не будут отработаны, и мы от жителя не получим информацию, что да, все хорошо, это будет стоять на контроле. Вот сегодня уже можете сказать, насколько город в процентном отношении подготовлен к зиме? Есть какая-то такая вот цифра? Конечно, безусловно. Если говорить о жилом фонде, то процент подготовки у нас составляет 85%, а в разрезе оформления документации 40% уже документации на дома оформляется. Вот это хороший такой процент? Ну, хотелось бы лучше. Наверное, не стоит хвалить. Поэтому, в принципе, идем в графики. Больших опасений никаких не вызывает. Если говорить про ресурсоснабжающие организации, перекладки сетей на 65% уже выполнены. То есть, есть определенные отставания, это коммунэнерго у нас отличается, ВТГК с ПТС, есть определенные отставания, но есть понимание, что до 15-го числа все тепломеханические схемы, скажем так, будут собраны, и люди все равно получат свое тепло вовремя и в сроки. И хозяйство будет подготовлено. Если говорить про объекты социального назначения, Это всегда им особое внимание уделяется. Да, безусловно, с школам всегда это особое, тем более в преддверии 1-го сентября, то здесь процент уже 87%. То есть, и сегодня, в частности, прошел как раз один из штабов подготовки хозяйства к зиме. Как раз особое внимание было объектам социального, а именно учебным учреждениям, в преддверии того, что дети пойдут в школу, чтобы ресурсоснабжающие завершили в свои скрытия, чтобы привели территорию в надлежащее состояние. Некоторые объекты подключили к горячему водоснабжению, ввиду там профилактических, ремонтных работ. Вот поэтому процесс этот идет, контролируется, и школам безусловно. И даже если, когда начинается отопительный сезон, всегда в первую очередь запускаются сады, больницы, школы. Да, ну это правильно, конечно. По-моему, два года назад вводили в эксплуатацию, и вообще вот такое было новшество, передвижные котельные. Скажите, насколько они себя оправдали, и будет больше их, или наоборот сократится их число? Ну, у нас их в городе четыре таких передвижных тепловых центра, и, к сожалению или к радости, я даже не знаю, как сказать, в этом году администрации пришлось применить данный тепловой центр. Это на доме Смышляевской шоссе-1 в конце февраля месяца. Внезапно была остановка котельной ведомственной из-за выхода технологического оборудования. И вот этот центр подключали, и отопительный сезон завершали на этом передвижном тепловом центре. То есть для чрезвычайных каких-то ситуаций их можно использовать? Конечно. Они для этих целей были как бы и приобретены, и они находятся. В этом году мы их еще, скажем, с учетом замечаний, которые показали при их использовании, их дооборудовали еще, и они стоят на готове. Безусловно, сейчас произойдет и проверка их, и ведется это все заключение соответствующих договоров, договорных отношений, договоров. Вот часто еще, когда в сфере ЖКХ говорят о том, что вот неплатежи мешают чему-то, там, вкладывать деньги в ЖКХ, развивать, совершенствовать и так далее. Скажите, вот эта проблема неплатежей отражается на подготовке города к зиме, или вы стараетесь, собственно, от этого уходить, какие другие ресурсы использовать? Ну, в первую очередь, я с этого как бы и начал о том, что, если говорим о ресурсоснабжающих организациях, у них регулируемые виды деятельности, и они все ремонты выполняют именно за счет этих денег. Безусловно, организации стараются выполнить все те мероприятия, которые на них возложены и которые предусмотрены. Ну, из-за вот этих неплатежей жителей, управляющей компанией, управляющей компанией, ресурсоснабжающей организации, организации просто вынуждены в каких-то моментах где-то там кредитоваться, где-то еще что-то. Если рассматривать в разрезе жилого фонда, то если бы эти платежи поступали своевременно и в назначенные сроки, скажем, управляющие компании могли бы выполнить достаточно больше объема работ. В итоге, получается, приходится определенные где-то графики производства работ корректировать, где-то от каких-то работ отказываться, потому что там из-за погодных условий уже их невозможно выполнить. Поэтому эта проблематика, она была, есть, и, скажем, работа ведется в этом, и есть сдвижки. Если взять анализ, за первое полугодие почти 16 тысяч исполнительных производств возбуждены. А если взять прошлый год, за прошлый год, за весь год такое количество только было. Поэтому управляющие компании активизировались в данном направлении и ведется работа. Понятно. Но вообще, вот если в целом рассмотреть ситуацию за подготовку дома жилого или учреждения, нет, ну вот жилого дома многоквартирного, к зиме отвечает управляющая компания. Да, безусловно. Она несет ответственность. И то есть вот жильцы, если они чем-то недовольны или что-то, они в первую очередь должны обращаться к управляющей компании, чтобы они ликвидировали все вот эти. Да, да. Так, значит, мы разобрались с тем, что в октябре, и что, собственно, процент довольно хорошей подготовки уже города к зиме. Скажите, в таком случае, что еще остается сделать? Вот как, какие планы, да, работы еще вот до того, как будут включены? В первую очередь остается достичь процента 100, чтобы все работы, которые были намечены, были выполнены. И как результат организации коммунального комплекса получили паспорта готовности. И как следствие городской округ получил паспорт готовности. Ну, сегодня вот работа департамента, наверное, в таком оперативном режиме идет, да? Вот как быстро вы можете отреагировать на какие-то вот там просьбы или там чрезвычайные происшествия, которые происходят? Вот как вы сами оцениваете такую работу? Это наша, наверное, ежедневная работа. Мы же как раз все время в оперативном режиме. Да, поэтому в любое время дня и ночи, в зависимости от ситуации, и, соответственно, исходя из той или иной ситуации, или быстро решается, или с определенным... Но вообще вот на совещаниях, которые часто вот в ЖКХ сегодня проводятся, вот основные моменты, это какие? Это сегодня подготовка города? Это подготовка города. Надо понимать, что у нас вот с начала мая прошло 14 штабов. А, штаб, да. Да, штаб по подготовке хозяйства КУЗП. Из них шесть у нас прошли с выездом на места. Безусловно, выезжали на самые проблемные участки. То есть, где, ну, как сказать, наверное, не то, что вызывает опасения, а где мы понимали, что есть какие-то отставания от графиков, и могут возникнуть какие-то проблемы определенные. Хорошо. То есть, реагируете в свое время. Безусловно. Наше время. Программа подошла к концу. Спасибо большое за то, что пришли, ответили на мои вопросы, вопросы телезрителей. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин